Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук посетил Ленинский городской округ. В рамках рабочего визита парламентарий проверил ход работ по замене газового оборудования в домах на улице Строительная. Перед началом работ представители управляющих компаний размещают объявления в подъездах и на информационных стендах. С жителями согласовывают время проведения процедуры. В день начала работ подача газа прекращается. Чтобы заменить трубы во всем доме, специалистам достаточно двух рабочих дней. Какие неудобства? Ребята молодцы. Вы всегда все делали. Конечно. Из особых так неудобств? Нет, малыши. На объекте трудится бригада из 12 человек. В таком составе рабочим удается поменять оборудование за неделю в двух домах. У них было с подъезда, вот она идет, старая труба. То есть у них идет по всей квартире. Сейчас мы проложили фасадный запровод и вход у нас теперь с улицей. Сразу, да. Заходите, а это пошел в стояк. Это пошел в стояк уже до пятого этажа. И так в каждой квартире? Да. В перечень работ входит замена фасадного газопровода и внутридомового оборудования, а также установка защитных сигнализаторов. Работы идут за счет фонда капитального ремонта. Модернизируется газовое оборудование. В свете последних событий, которые мы в Подмосковье знаем, они не очень хорошие. Поэтому, конечно, это в первую очередь работа нужно проводить, а не связано с безопасностью. Плановая замена труб позволяет повысить безопасность использования внутридомового газового оборудования и предотвратить возможные инциденты из-за износа сетей. Замена газового оборудования и внутри дома, в каждой квартире эта работа идет, и снаружи. И для жителей не вызывают таких беспокойств, неудобств больших. В муниципалитете по программе капитального ремонта проведут полную замену системы газоснабжения в более чем 60 домах.